Долгожданные дожди принесли вместе с прохладой и немало проблем. Традиционно для Тверской области это затопленные улицы в городах и проблемы с электроснабжением. Столица Верхневолжья яркий тому пример. Как всегда, больше всего заливает из года в год перекресток проспекта Победы и улица 15 лет Октября. Машины больше похожи на моторные лодки, плывущие по реке, а пешеходам приходится чуть ли не по колено быть в воде. Кроме того, сильная гроза спровоцировала перебои со светом во многих муниципалитетах. По данным компании Россети Центр Тверь Энерго, больше всего пострадали Торопецкий, Зубцовский и Старицкие районы. В Твери была повреждена линия электроснабжения на питающих фидерах водозаборов. Из-за этого в ряде районов города жители многоэтажек остались без воды, либо ее напор сильно упал. Энергетики обещают вести восстановительные работы круглосуточно. Между тем, синоптики прогнозируют, что дожди, переходящие в ливни с грозами, будут идти в нашем регионе как минимум до пятницы. Работы по ликвидации последствий сильной грозы ведут и власти Твери. Вот как прокомментировали ситуацию представители городской администрации. Еще до окончания осадков в ЖЭКе вышло 6 бригад для устранения последствий дождя. Наиболее проблемные в городе были две точки. Кольцо в микрорайоне Южный и перекресток проспект Победы и улица 15 лет Октября. На кольце в микрорайоне Южный были открыты дополнительные крышки колодцев для скорейшего ухода воды. Затруднен был уход воды в связи с отключением электричества на перекачивающей дренажной насосной станции в микрорайоне Южный. На перекрестке проспекта Победы и улица 15 лет Октября застой воды был вызван в связи с большими осадками, из-за которых произошло повышение уровня реки Лазури. В настоящий момент бригады работают на ликвидации последствий дождя на улицах Жигарева, и подробная резинстроя 15 лет Октября и на других объектах УДС. В настоящее время администрация города Твери проводится плановая работа по устранению мест потопления на тех территориях, где эта проблема существует уже многие годы. В частности, в данный момент производится строительство сети ливневой канализации на улице Учительской, на участке от Беликовского переулка до переулка Варголюбия. Протяженность участка будет составлять 200 метров, также на дальней сети будет оборудовано 10 дождеприемных колодцев.